Всем привет! Это проект Редколлегия на Читару. Меня зовут Андрей Козлов, Романа зовут Роман Шадрин. Мы редакторы Читару и мы обсуждаем то, что мы хотим обсудить. Сегодня у нас ЗАГС Собрание Забайкальского края, которое поддержало запрет никотиновых конфет для детей. Комитет по социальной политике 27 декабря поддержал его. Но отмечается, что на федеральном уровне есть запрет лишь по продаже детям продукции с содержанием табака, а современные никотиновые конфеты табака не содержат. Это привело к массовому распространению аналогов СНЮСа среди подростков Забайкалья. Согласно идее прокуратуры, за продажу никотиновых смесей подросткам обычные жители должны будут заплатить штраф до 5000 рублей, должностные до 20 и юрлицы до 50 тысяч рублей. Но СНЮС это, я так понимаю, никотиновая жвачка или что это такое? Ну да, это такой аналог конфетки, в котором содержится доза никотина. Я погрузился немного в эту тему, и разные специалисты и разные СМИ называли разные концентрации, но что в одной вот такой вот конфетке, которая кладется там за губу, ну вот рассасывается, в одной конфетке может содержаться доза никотина равная от трех сигарет до трех пачек целых в одной конфете. То есть, если кто-то курил, я в свое время курил, я знаю, что это такое, если вы курите три сигареты, ну, станет, мягко говоря, не по себе. Если вы курите три пачки, то, наверное, можно сразу же немедленно отправиться на тот свет. Вот о такой опасности идет речь, и сейчас эти конфеты абсолютно спокойно продаются действительно. А в чем смысл-то? Зачем продают? Ну, вообще, это как бы тема пошла из Швеции, это для взрослых, это аналог жевательного табака. Да, значит, чтобы не курить, жевать конфеты? Да, да, то есть и табак могут нюхать, могут курить, могут вот жевать. Есть такой давний способ, значит, получить какой-то аналог, не знаю, якобы удовольствия, по-моему, нет. Но не суть, а сейчас это доступно для школьников, и мы знаем, что школьники массово употребляют снюсы. Причем это такая вещь, что тебе не нужно чем-то дымить, и даже на Ютубе есть ролики, где школьники закидываются этими снюсами прямо на уроки и снимают про это видео. Ну, я вот про это знаю от своего ребенка, который учится в школе, там, да, и она уже близка к старшим классам. Я знаю, что это массовое явление в той школе, в которой учится мой ребенок. Это действительно происходит на уроках, а покупают они, видимо, в обычных магазинах, или где это еще? Ну, да, это продается. Вот сейчас же получили распространение вместе с вейпами в свое время, получили распространение, они везде есть в всех торговых центрах, там, в магазинах часто отдельчики небольшие, где продаются вот эти вот для вейпов все, да, все, что нужно, там, вот эти вот жидкости. Тут же продаются какие-то жевательные штуки, ну, в общем, все, что около табачной темы, все для кальяна, там, например, и вся вот эта вот штука. И школьники могут спокойно вот это вот все покупать. Цена одной упаковки 200-300 рублей примерно, но говорят, что уже даже продают поштучно. Одну штучку, вот такую вот, одну вот эту вот конфету можно купить рублей за 30 якобы. В магазине продают поштучно такую штуку, да? Ну, в магазине я не знаю, продают поштучно или нет, но вообще еще достаточно много говорят о том, что часто старшеклассники, ради прикола или нет, ну, это очень похоже на схему, по которой заводили в страну синтетические наркотики, угощают тех, кто помладше, ну, или своих товарищей бесплатно для того, чтобы те попробовали, чего-то там немножечко прибалдели и потом уже начали это дело покупать. А ты видел, как это употребляют вообще? Ну, я видел на Ютьюбе только, в обычной жизни нет, у нас в редакции никто сигареты не курит, ни один человек, тем более какие-то снюсы. И что ты думаешь, надо запрещать? Я думаю, что нужно не просто запрещать, меня смущает последний абзац, написанный нами Алексеем Малашенко новости, он как раз вот работал в ЗАГСобрании, в момент, когда это все принималось. Абзац такой, что по идее прокуратуры за продажи никотиновых смесей обычные жители, то есть гражданские лица должны заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностные от 10 до 20, юрлица от 30 до 50 тысяч рублей. По-моему, это некая видимость каких-то мер и репрессий. То есть для юрлица, который зарабатывает на этом большие деньги, 30-50 тысяч рублей, ну, это смешная сумма, так же, как и для обычного рядового гражданина от 3 до 5 тысяч. Мне кажется, сумма должна быть кратно сильнее, учитывая, ну, реальную опасность, ну, что реально дети травятся. По стране есть реально случаи, когда детей увозят в реанимации после употребления СНЮСов. Все это происходит с нами, в нашей стране, с нашими детьми сейчас. Так может, вообще запретить их продавать или не надо? Ну, конечно, нет, но речь идет о том, чтобы запретить. Нет, запретить вообще продажу. Да, ну, я говорю, что санкции-то за это какие-то небольшие. Нет, я понимаю, а вообще надо, по-твоему, продавать, то это. Вообще в России не надо продавать такие смеси. Это же, типа, попытка заменить сигареты чем-то. Такая логика-то для взрослых. А дети просто, короче, воспользовались лазейкой. Суть в том, что мы, нам неизвестны случаи, вот мы, допустим, еще видели, когда появились вейпы, и взрослые, которые пытаются якобы там бросить курить или снизить вред от курения, они пользовались и пользуются этими вейпами. Но конфеты-то уж точно никто не живет. И конфеты, они, даже сам смысл конфет с никотином, конфеты это как бы для детей. Мужчины конфеты в обычной жизни не ходят, не сосут. Появились же еще мармеладки с никотином, появились сосательные леденцы с никотином. Лимонад с водкой. Вот, и даже зубочистки с никотином появляются. Вот это все, но это все конкретно ориентировано на детей, поэтому запрещать полностью, да? Вообще полностью запрещаясь выгнать эту отраву за пределы нашей жизни. Но вот ты как человек, который много лет курил, ходил в курилке, там, и в школе наверняка ты тоже курил за забором. В школе курил, да, конечно. Прямо по-натуральному в школе нарушал правила, обманывал родителей, курил сигареты? Ну, естественно, нет, я там с какого-то 10 класса курил легально уже, в смысле, ну, родители прекратили со мной бороться. Прокурил до 27 лет. Но ты вот как человек, который, сколько это получается, 10 с лишним лет прокурил, потом бросил курить, считаешь, что могут вот эти вейпы, там, жевательные таблетки как-то, ну, помочь победить эту привычку-то или не могут? Да нет, это как считать, что условно алкоголику может помочь пиву бороться с тем, что он пьет водку. Ну, я не знаю. В общем, редколлегия Читару, которая не обладает правом законодательной инициативы, но шутки шутками, мы серьезно думаем, что, видимо, нужно запрещать полностью продажу этих негативных смесей, но пускай начнутся хотя бы штрафы, но, наверное, они должны быть больше. Ну, а вы внимательно смотрите за своими детьми, чем они там занимаются, особенно родители мальчиков. С Новым годом, пока!